Помните, как много шумели после ухода международных компаний из России? Визы, Мастеркард, Макдональдс, KFC в какой-то момент даже опустили российские торговые центры. А некоторые экономисты говорили, что россиян ждет доллар за 100 и чуть ли не дефицит продуктов. Какие-то международные корпорации действительно ушли, а какие-то только громко заявили, что уходят, но на деле продолжили бизнес под новыми юрлицами. Часть компаний не просто осталась в России, а начала поддерживать российскую армию. Меня зовут Александр Шуршев, и это «Хроники медиа». Мы изучили международный бизнес, который остался в России. Сейчас все расскажу, а вы ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Наши медиа расследуют коррупцию на северо-западе, поэтому для исследования мы выбрали компании, которые находятся недалеко от наших регионов, из скандинавских стран. Если хотите такое исследование по другим странам, пишите в комментарии, чтобы понять, какие компании продолжают работать в России, мы изучили организации, в которых значились учредители из скандинавских стран. Это Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Мы собрали эти данные на 24 февраля 2022 года и посмотрели, что дальше происходило с этими юрлицами и их собственниками. Так сколько компаний ушло? Мы считали организацию ушедшей, если в ней сменился владелец или если компанию ликвидировали. Несмотря на все риски и угрозы санкций, по нашим подсчетам, две трети скандинавских компаний остались в России. Многие финские компании до юра ушли. Их российский бизнес поменял владельцев, но он остался в залоге у бывших владельцев. Обычные россияне, выступающие против войны и вынуждены уехать, постоянно сталкиваются с ограничениями, установленными европейцами. Санкции ударили не по Путину и его окружению, а по людям, выступающим против него. Скандинавский же бизнес в большинстве своем никаких проблем не испытывает. При этом продолжает платить налоги в России, финансируя в том числе войну. Что же это за компании? Чем же они занимаются в России? Вот, например, шведская компания H&M. Ее российская дочка продолжает работать в России. Компания объявила об уходе в марте 2022 года. Однако до юра она все еще в России. На запрос Хроник в H&M ответили, что закрыли все российские магазины 30 ноября 2022 года. Однако компания еще не закончила все необходимые процедуры, чтобы полностью уйти из России. За прошлый год выручка компании превысила 1 миллиард рублей. Или вот шведская Volvo. Она принадлежит китайской компании Geely. Бренд остался в России, но не ввозит новые автомобили, а лишь обслуживает те, что остались в стране. Украина внесла Geely в перечень международных спонсоров войны. Швеция из-за этого даже задумалась над бойкотом родной Volvo. В прошлом году компания заявила, что закрыла российское подразделение. Но не все юрлицы продали или ликвидировали. Компания до сих пор зарабатывает в России миллиарды рублей. Из известных брендов, продолжающих работать в России, есть и датский производитель обуви ЭКО. Компания не стала уходить с российского рынка, за что многие европейские ритейлеры бойкотируют ее. ЭКО даже потеряла статус поставщика датского королевского двора. С другой стороны, никакой королевский двор не сможет заменить миллиардную выручку в России. И таких примеров достаточно. Бизнес считает издержки и видит, что плюсов оставаться в России больше, чем минусов. И даже санкции не помеха для бизнеса со скандинавскими корнями. Есть, например, финская компания Highland Investment. Ее российская дочка, компания Uetech, находится под санкциями Украины и США. В ежегодной отчетности они прямо пишут, что данная сфера относится к наиболее пострадавшим от разрыва логистических цепочек. Поэтому в прошлом году они просто переориентировались на поставщиков из Китая и России. За 2023 год выручка российской компании составила миллиард рублей. И компания продолжает выплачивать дивиденды, несмотря на санкции. Украина обвиняла Uetech в поставке электроники для российских предприятий, задействованных в области ракетостроения, в том числе и скандеров. Украинская сторона отмечала также, что продукция компании интегрирована в цепь производства товаров и услуг военного или двойного назначения. И, скорее всего, это правда. Российская дочка финской компании не особо скрывает, что участвовала в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Попал под украинские санкции и Невский судостроительно-судоремонтный завод. Формально он принадлежит финской «Арктик-Хельсинки-Шипьярт». В марте 2024 года эта компания была ликвидирована, но в «Егрюл» Невского судостроительно-судоремонтного завода она все еще указана как единственный собственник. Есть бизнес, который на словах поддерживает мир, а на деле только наращивает бизнес в России. Например, шведская компания «Копи Голдфилдс». Она добывает золото в России. У нее есть российское юрлицо «АГ Майнинг», которое, в свою очередь, владеет золотодобывающими компаниями в российских регионах. В том числе, например, компанией «Амур Золото». После начала вторжения шведы посочувствовали тем, кто пострадал и кто потерял своих близких из-за нынешней геополитической ситуации. И посетовали на сложности, с которыми столкнулись ее дочерние компании в России из-за санкций. И все. После этого компания даже расширила представительство в России. Тот же самый «Амур Золото» находится под санкциями Украины, что совершенно не мешает их шведским владельцам зарабатывать миллиарды рублей. Санкции не помеха и для датской компании «Пинструб». Она добывает торф. Год назад датские журналисты рассказывали, что «Пинструб» собиралась продать российский бизнес еще в 2022 году. Но их российская дочка в своей отчетности за прошлый год о планах сменить собственников ничего не сообщает. Сейчас российский «Пинструб» тоже находится под санкциями Украины, что тоже совершенно не мешает датчанам зарабатывать. По подсчетам Ельской школы менеджмента, более полутора тысяч иностранных компаний работали в России до 24 февраля 2024 года. И несмотря на громкие заявления и угрозы от Запада или российских властей, сотни из них продолжают деятельность в России. И это не от того, что все они в восторге от Путина и войны. Хотя кто-то, конечно, и в восторге. Просто сейчас некоторым, работая в России, можно получать огромные деньги, практически без конкуренции и контроля. Больше подробностей ищите на нашем сайте. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи!